на самом деле конечно какой так по совокупности конечно перед вами экземпляр везучий и еще хочу сказать что вот это я какой зацепил начале несколько таких позиций почему-то мне захотелось их назвать вам одна из них была что значит я встаю там начался за работу а последнее время такого желания честно говорят она как-то притупилась это это чувство в этот этот сегодня вот всю эту тяжелую такую ситуацию которая которая так обрушилась не умела к наверное очень нужный совершенствованием академии действительно очень понятно что хорошо бы разгрузить директоров академиков я всегда я был избран тут на меня к счастью потом избрали в союз и я значит так но я понимал прекрасно что моем было это не это скорее всего лучше быть так как щуся постараться значит возможности как эти замечательные люди предшественники то есть лучше заниматься творческим и научным руководством чтоб все-таки административно руководил бы человек такой умилый хозяин администратор и мне повезло безумно потому что рядом со мной работал я очень я на 9 год уже был назван главным архитектором не смеянова значит и там сато все пошло значит дело в том что нужно чтобы вот это поэтому мысль которая делась сегодня там у президента владимир путина боевого окружения там значит как вот мысли о том что хорошо бы разгрузить академиков от таких как бы пусть они делают науку так простая модель но к сожалению она эта мысль не раз приходила академия не раз пытались так или иначе препарировать и все все на самом деле все про пробы как бы академии наук всерьез прощупать на прочность они в конце концов возвращали академию к ее величию и величию и функций и задач перед ней поставленных самим всевышним и это никакая не фразеология это это на самом деле так оно и есть к сожалению всякая надежда на собственное на собственный творческий вклад в науке в искусстве там и так далее он неизбежно осложнен необходимостью платить за это разной но обычно тяжелой ценой никому из великих композиторов не удавалось быть до конца даже если он был одновременно вельможей даже если он был при этом там не знаю вагнером даже если он при этом был там эрцгерцогом если какие бы панталоны и кружева в него не давали ответственность за то что он делает и зато что ему поручено она заставляла его заниматься самыми низменными как бы земными делами думать о том как заплатить сотрудников как сделать их счастливыми как чтобы у них были достойные задачи чтобы они у них были достойные учителя чтобы приняв приняв их к себе в объятия там можно было бы надеяться что он будет воспринят как паритетный ученый молодой и его все его беда многие годы заключается в этом в этом эпитете молодой и понимаете нужно нужно все сладострастно ждут когда он наконец постареет для того что можно символ разговаривать уже как как бы к со своим паритетным коллегой а если он не его по глава простите так не у него не не осенена этим изморзью то чем может ждать от этого лоботряса такая устойчивая модель отношения еще существует поэтому вот это эта проблема учитель и ученик вот сейчас мы кордемии значит еще два слова палеонтологии значит почему что с чем закончилась до встречи не сильно представил мне орлова и сказал подойдя к окну подавал меня и сказал вы знаете нашу садьбу да да теперь знаю я уже два часа здесь гуляю почему два часа гуляете я очень волновался мне вчера сказали что я должен прийти к президенту я совсем не понимаю зачем меня сюда пригласили и мне естественно и сам не клачу мне может вы мне скажете зачем мы так и не сказали зачем вы предложили гонит я уже выйдет во вторую чашку чая вы все еще мне не сказать безобразие сказал безобразие и леса безобразие подошел давайте подаем к окну вот там как конюшни бывшие конюшни садьбы левый на самом деле правый флигель правильно правильно говорить где правый и левый флигель в дворцах это вы изнутри вы хозяин вы внутри и тогда бы то что по правую руку правая то что полива внешний человек он не хозяин он кто-то приехал сюда у него может быть правый тут а левый тут это я вам говорю почти пушкин версию про правого левый значит поэтому вечное заблуждение тот кто приходит гость он говорит я только что там не показали ваш правый флигель новую библировку новой там лестерка простите левый этим сразу он поставлен на место он здесь не хозяин он и не знает где правый деле но что-то вот вроде значит короче говоря показывает мы испытываем уже орлов мы испытываем невероятную проблему с помещением нам негде показать наших вокруг перед зданием в ящиках свинцовых там оцинкованных экспонаты бесценные полиентологические они закопаны потому что их некуда было внести нам отвели вот эту правую правую левую часть значит конюшен и центральный зал все остальное сломал такой европавлович архитектор мордвинов который делал ленинский проспект эту застройку я ему сказал академии желтовский считает застройку этой части выходящую огораживающий нескучный сад от сегодняшнего тогда это называлось еще большая калужская значит ленинский начинался сегодняшний площадь гагарина калужской состава значит я буду да иван ставить желтовский поэтому вот сделал свое время заключение в своей знаменитой статье сказав что это преступная застройка что город отгорожен от нескучного сада и сказалось что если что-то в низко в нескучном саду могло быть построены только это бакоприютные дома в этом случае они выходили на москва реку и на выходили на большую калужскую и находились в центре парка а а чтобы застроить как забор отгородить улицу в огромное пространство это был очень большая ошибка они с оказалось не не знают этого значит не знали его оставить и так характеризовал когда все архитекторы это знают они были немножко посрамлены и чем он тут же сказал мы с вами посрамлены значит но значит теперь будем знать то есть это на нашу пользу просьба заключается в том не могли бы посмотреть сейчас савель Александрович вас заберет там вас ждет профессор лаверов директор сегодняшний директор великолепный художник который палеонтолог и как чья живопись посвящена палеонтологическому миру плутонии там и всякой всякой он ученик одного из бенуа скончил академию художеств петербург мы совершили это путешествие они потратили на меня 4-5 часов пили чай посмотрели просьба такая там я понял почему я вдруг это мне хочу это чего я и почему я вообще все почему и тут он говорит или санчи я обратился константин никого чернопятого не могу он прислать молодого сообразительного архитектора этим жребе упал на вас но этому всего очень рады и просьба придумайте что-то что можно было бы здесь изобрести памятник архитектуры вам придется согласовывать и с грабарем это был первый первый единственный проект который я согласовал с игорем научим грабарем ну в общем то все это потом обозначить тут надо было обследовать дом на центральным залом было всегда на всех конюшнях того времени 18 века всегда были глубины высота колоссальная значит 4 воздуховода по которым поддевался от печей подогреваемый воздух который распространялся на казалось дала конюшень стойла и на центральный зал во водой куда выводят коня меня заинтересовали 400 ствола я понимал что они не могут быть подняли спросил а не сказать это воздуховоды говорит директор я сказал знаете я хотел бы завтра приехать я попрошу конструктора что мы могли вместе посмотреть на следующий день мы пришли с инженером очень хорошим с которым я уже работал и его звали николай никитин значит мы приехали туда в отличие от архитектора подозрительной профессии человека он конечно был инженер настоящий у него были здесь рулетки у него были тут метр у него был этот молоточек на всякий у него сумочка тут и все как все а этот архитектор значит ну вскоре понятно было что без меня это невозможно значит мы подняли чертежи я посмотрел все это подъема вглуби от нее нет начну и приехали там одна железная лестница огромная которая потеряла связь со стеной были когда-то упора их уже нет и она такой матрас там могу высота порядка 20 метров поехали пошли пошли 8 он контролировал говорил давайте так я буду для веса он потяжелее чем я я это был вообще такой щенячий совершенно преодолели поднялись на крышу поднялись большая большая глубина это там по 17 метров от корпуса большой большой пролет фермы там а тут высоко значит подошли там такие очаровательные арочные окна подошел в один на гвозди жуткие гвозди которыми там это все он посмотрел три окошечка скал вот здесь вот здесь с этого начнем и очень преодолели гвозди вытащили эту раму он говорит или пач по приметам скажу по паукам лет двести не вскрывал никто открыли смотрим туда вниз ничего не понятно темно и все серо я понимаю что достала моя очередь я бы ну ладно я прыгнул я у нас тут не вот не очень высоко но может быть метра четыре не боишься нет но я буду там наверно что-нибудь должно же быть так в общем возраст никаких проблем и существует проблем таких мелочей там я плюхаюсь для такой перины я не помню при всех своих похождениях я такой паре не помню голубиный помет за 200 лет значит учитывая что я взорвал это это все превратилось значит какой-то ужас это все взлетело дышать совершенно невозможно и в эту секунду я понял почему нужен молодой архитектор я стал понимать почему я потому что я был самый молодой архитектор в коллективе самой выбрали ребенка такого который совершенно владимир иванович который за мной последовал честно от него пыли было еще в сто раз больше мы совершенно задыхаясь так значит на очередь ну короче говоря на все предусмотрено мы все-таки уже там на крыше нас дала стремянка которая стояла вот так вот лежала когда он перед тем как он сюда спуститься он вдруг сказал значит дожди я уже внизу я уже плюхнулся стремянка же они обещали стремянку он куда-то отошел и вдруг мне спускается не стремянку я понимаю что можно бы то есть они подумали там за хоз какой-то и мы вообще спуститься по лестнице оба плюхнулись но все в порядке значит с тех пор у меня никаких иллюзий насчет того что это выбрали просто потом меня потому что я такой выдающийся гениальный молодой архитектор никаких иллюзий не было значит все все стало на свои места молодой но начало сообразительного поверьте ну достаточно собрать там особых достижений в этой области как бы особо не требовалось но я сделал этот проект на пятницкой находился институт свойствознания которого руководил игорь ему научь грабать легенда человек крупнейший историк и архитектуры и искусствовед крупнейший и великолепный художник третяковская галерея все как следует русский музей то есть настоящий короче говоря сделал проект александр николаевич было доложено там всем показано он сказал вам очень хорошо я придумал и сделал там этот зал из этого так было понятно что это был бы очень хороший зал без заседания ученого совета скажем который у них вообще нет ни одной комнаты и еще сделал под кровли там 4 рабочих комнаты и придумали как осветить все все сделать более того в одном воздуховоде из четырех я сделал лестницу который может в расчете что будет когда-нибудь 21 век и могут сделать лифтик но так и не сделали пока значит на выживание это довольно трудно и но все-таки все в порядке и это стало любимым местом палеонтологов и там произошла церемония на которой мне ефремов вручил знаменитую книгу значит дорогой ветров плутония и так далее на книжке было написано строитель дома динозавров это драгоценная книжка значит кого венчала мою успеху я приехал это уже после грабаря еще до того как начать работа надо получить грабаре я приехал к борюм это особый рассказ познаете академия никто не торопился никуда это был совершенно особый мир этих людей они 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 он просто два часа на меня потратил он хотел узнать где где родился в 1 арбате это собачьи площадки где улица вактанга кто мои родители там чай печенье значит рассказ я думаю на что я грызу ночь потом подать и все а там лежит мой свор так я все хочу чтобы раскатать ему большой такой чертеж и и чтобы там должен где-то подписать не введу я пришел в общем значит я так как бы там думал и грудь я хочу вам рассказать мы давно знакомы то есть я с вами давно знаком да это потому что я такой знаменитый его нет я очень хорошо с вами знакомы у меня такие есть личные что как интересно что это я вы знаете я очень болел в детстве скарлатины и лежал часто в нашей комнате в этом особняке старой графини лабада в ростовской фреймин садится московский дом да прекрасно знаю конечно да и что и что я говорю я за решал нам на маленькой кроватке и мне у меня нету манитету против скарлатины это было бесконечно я время кормили больно я барли манной кашей и мне просили манную кашу а для того чтобы она каша я не вывернула мне на колени ставили большую толстую книгу и там написано было гарабарь и и тогда подходила бабушка и говорил да это очень знаменитый человек посмотри вот открывала мне книжку и потом я уже привык ее смотреть так что пожалуй может это может быть одна из первых книг у детей бывают там мой дадыр а у меня на неудачно пошутил я могут при чем дадыр я говорю просто я хочу сказать у других детей бою дворе бой дадыра у меня грабарь значит вот такая дурацкая история симпатичный и он смотрел все и утвердил после этого все было сделано этого а после этого у палеонтологов не было уже когда косыгин подписал бумагу о строительстве нового музея они все проголосовали чтобы я по праву мог взяться за эту работу она заняла у меня там почти 15 жизни но конечно параллельно с другими работами ну вот а теперь вернусь келдышу значит места все вопроса рисунки интересна значит однажды я бывал и часто и обычно бывало поздно вечером я уже сказал там иногда у него иногда на кабинете напротив у михаил мячица было чаще так значит однажды он попросил меня приехать там всякими такими игрушками макетиками там на детали его интересовал в этот раз хотел тщательно посмотреть зону президиума и мы смотрели и вопрос двух башен моих которые кстати в которой я вы прочли там я вкладывал смысл вот такой чисто наше национальное особое чувство по отношению к слову ученый человек там ученый сам не получилось сыну сын будет ученый и вот это движение нашего русского крестьянина скажем из какого-нибудь захолустья в какой-нибудь уездный центр где построен храм для того чтобы прийти туда пешком там 40 верст а потом для одного вот этого для того чтобы посмотреть на эту золотую скажем главу там и предпринимаете такой человек который вот туда пришел переполнены этим чувством он значит там шапку ломит и говорит ой ё-моё о чудо не видать я вот с этим чувством хотел это и относился к этому и петру леонидовичу это вот невероятно поднялась и телу что тоже и в общем я сделал такой маленький макет и подарил его целому ряду целого ряду таких вот интересных фигур того того времени однажды в чего я сказал что был такой каверсный эпизод который привел такому восхождению значит однажды вставать захотел меня видеть так как-то не не обычно это всегда заранее всегда все было очень так вежливо изысканно так предупреждал наталья леонидовна вот когда он ждет там тогда он не выносил когда его ждут приемный он говорил о том что я и не хирург и и не зубной врач никто не должен ждать поэтому наталья леонидовна и валентина петровна они использовали простую хитрость конечно не получалось так он кто-то приходил назначенное время из интересных людей там академиков а он еще не свободен но чтобы не создавалось и сложных коллизий наталья добычна чуть-чуть цикалась на вид иван-валь или или юра пойти погуляй пожалуйста там вот там где хочешь тогда не было мобильных у нас у всех еще не были все на цепи значит я тебя найду я пришлю девочку побродить там где-нибудь или по зданию это пойти кому-нибудь или это был защитный поезд через какое-то время на процесс как наталья леонид просто подойти там пусть он все порядок им стали только с одной целью что вместо все очень не был не волновался что он не переживал чтобы избавить от это и у него получалось на самом деле выполнение его полного поручения никто никогда не стал то есть такие хитрости при дворе маленькие которые избавляли этого выдающегося человека там ну такие вот они придумывали штуки просто для того что две персоны часто очень так сказать в основном это особый случай значит что касается со мной произошло так я ему был нужен и он хотел меня видеть это было утром значит она получила такой от него поручение она позвонила в институт сказали что я в отделении в нашем ленинградском и что я должен быть завтра обратно там я работаю просто два дня дальше ее рассказ которую я прислал стал все-таки сказал что такая история или пачка сейчас ленинграде в отделении он там он с ленинградским отделением занят час вот этим объектом особой важности от астрофизическая лаборатория на северном кавказе в станице зеленчугской знаете это наш купол 42 метровый не под отмена самых совершенных мировых мировых объектов приборов международного класса наш ленинградское отделение она была специализировалась на таких специальных задачах астрофизики практически все основные эстрофизические станции страны были сделаны у нас значит короче говоря она сказала ему а он редкий случай на всяком случае он выразил по этому поводу резкое недовольство и просил ее позаботиться о том чтобы платонов есть он уже это это было бы известно моему секретариату и мне наталья они двигаются такой ответ я сказал ему я приглашу начальника сыпкина такой был человек очень мощный и очень справедливый начальник все у всех кадров академии наук я его пригласила хожу с ним за все уже говорит как у нас это заведено я хотел бы он сэппинге ставселыч это только от вас зависит значит никакой проблемы нет значит вы хотите чтобы он был таскать имел такой распорядок как у вас таких 11 до я сказал на ставселыч его напомнил что у него 22 2000 директоров как он собирается контролировать всех кто ему может понадобиться это в есть и она особая такая женщина я присутствовал как и позвонил я присутствовал звонок она как берет трубку врачи да 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 леонид вич да да конечно установка заикается так не удивительно для мягко да конечно нет нет я не могу сейчас это невозможно это все очень занят да простите пожалуйста да да конечно как только он освободится я ему доложу о вашем замке чтобы она кто бы сам господь она не перестанет не помешает его встречи на меня это тогда поразвело огромное печенье я просто как не нему льдал это никогда не видел то есть академия жила и и леонид ильич мирно сдался уважительно и спокойно в общем вот это такие маленькие зарисовки просто потому что я хотел чтобы сегодня люди которые близки к руководству или совсем рядом чтобы они все-таки разрушая или реконструируя в самых лучших манер они все-таки соблюдали вот это нельзя рушить под собой краугольные камни это профессионально это моя тема это это как бы архитектурная задача нельзя фундамент разбирать нельзя это это катастрофическая путь поэтому протестное движение ученых сейчас я его разделяю в той части мне нравится очень сибирский аксёнов председатель сибирского мне нравится этот человек потому что он его протест конструктивен это не просто там потому что мы такие вот особенные а потому что он конструктивен потому что нужно сделать наверное нужно наверное нужно много изменить мир другой вообще уж не говоря о том что мы живем просто в другой цивилизации не замечая информатики и совсем таких цифровых моделирование и мы сегодня я могу сегодня с своими мальчишками здесь сделать означает работу над любой концепцией земного территории земного шара по космической аэрофот съемки я могу взять ее и дальше просто начать создавать цифровую модель под ту легенду которую я на этом месте изобрел и и постепенно создаю информационную модель и дальше она будет на нашпиковываться информациями которые необходимы и поэтому сегодня вот наши наши института очень потрепанные силы но тем не менее нас еще хватает чтобы быть одним из лидеров этого этой осуществления этой доктрины президента о пути развития российской федерации по пути инновационных технологий вот а с места все очень задача решилась очень просто цифринг сказал начало хотеть что он да а сколько у нас таких людей это по уже мирно он сказал это 10 включая главный ученый-секретарь действий со президентов главный ученый-секретарь платона будет 11 как главный архитектор академии вы хотите что было так никаких проблем я принесу вам на подпись уточнение списка тех кто может уехать командировку или куда-нибудь отбыть только при вашем согласии так я попал в эту замечательную колоду это это имело массу служебных преимуществ но с другой стороны это конечно было возвращаясь из какой-нибудь очень серьезные поездки вот я вспоминаю скажем крыль мы спускаемся этого внуково самолет который прикреплен за стал все очень он доходит и каждым из нас кто был поездки он прощается и говорит при этом сайт таким своим немножко сжатым какой-то интонации связки такой особенный и говорит ну скажем обращаясь к одному из нас но тот конкретный эпизод который сейчас помню хотя таких фраз было произнесено много раз спасибо спасибо не правда ли не правда ли николай николаевич мы хорошо успешно поработали потом невероятно красиво улыбаясь он говорит или неплохо отдохнули правда конечно 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 хорошо до встречи спасибо и так он проходит там 567 человек который участвует дальной поездки в переводе на русский язык это означает никто из вас не заикнется ни о каком отпуске мечтать уже не будет достаточно вот таких поездок в которых мы так хорошо одновременно и отдохнули мы спали по два с половиной часа там так как он так спит вообще это это был 11 лет 11 ни одного это это было это было время настали такого настоящего взлета таких такого вот на этим могущество спитос мы построили за 6 с половиной лет мы построили вас нет новый город под новосибирском еще научный центр очень современный проект с ним были всякие трудности потому что американцы он был какое-то время так не публиковался и он не был еще введен и как бы не было никаких по этому поводу таких каких-то решений о том что можно опубликовать считалось что это преждевременно на всяком случае конечно трудно как целый город строится представить себе что это могло быть просто так как бы особо саконит но тем не менее само по видимо были такие какие-то интересы которые охранялись особо сам проект представлял замечательно очень мощную такую по тем временам да и сегодня сегодняшние дни одну из удивительных работ сделанных на основе модульного регулирования пространственного по крупных систем и средь маша под сделал для нас для реализации фильм волославский министр тех лет совершенно выдающаяся фигура 26 лет полназначен роль министра сталина это был фигура необыкновенной силы такого великого великого здравого смысла и и поразительно мощи и 15 мая каждого года мы оплетали его города хозяйства там и так далее значит поэтому настолько это было этот проект был так как-то высоко оценен вот что была построена специальная индустрия для того чтобы сделать все так как мы задумали у нас со мной 31 год рядом работал по-настоящему гениальный гениальный конструктор инженер необыкновенная сир ливенштейн к сожалению нет просто так плавец замечательный много лет работали с ним с югославскими компаниями он сделав там свои предложения по лужникам по перекрытию арены там и так далее он уехал даже важный отпуск с вами внуками и семьей пробыв три с лишним часа в море для него это было нормально он приплыл вышел на берег и погиб от солнечного дара его не хватает неба к на просто это таких таких они а он сам и его друг ближайший никитин николай васильевич гениальный автор телебашни московской это были два закадычных друга два которые тот самый случай значит один мог сказать другому там коля ты гениальный конструктор скажи кто другой знаете этот один они вообще исходили из того что в россии есть они двое и этого достаточно все остальные кто достойно ученики вот но это были действительно потрясающие удивительные инженеры не видны вообще конечно я начал с того что вообще вся моя судьба это такой просто необыкновенный подарок подарок вы вот для того возможность работать заказчиками все все что в основном вот только теперь в новое время там скажем я столкнулся с заказчиками нового типа там как бы такой примат денег огромные возможности там корпоративные проекта там это это имеет массу сложностей всегда были такого рода сложности с каждой с недопониманием с некими несоответствиями интеллектуальных представлений интеллектуальных стычек на этой почве каких-то там трудностей но это нормально это это всегда происходит потому что иначе не может быть значит частные дома скажем я избегал у меня была возможность это я сам придумал скажем перевозку перед передвижение мостов на русской реке я сам придумал это увлекало или михайлович лужкова скажем и потом поверчалось постановление правительства которые все начинаются так пред предложение академика юрия павловича платонова там и так далее и так далее а перевозки или перемещение там и строительство на этой основе пешеходных мостов то же самое с площади европы я мог нас про список программе москва река в москве скажем нижние набережные тоже все это параллельно это как бы отдельно в период когда академия все меньше и меньше могла финансировать собственная работа крупные проектные задачи но весь наш переполох там 93 года начавшийся такой такая всеобщая беспринципная какая-то распродажа всего морали морали самой и так-то нашей культуры там то есть всего я не говорю там каких-то таких воровских клана просто как бы как некая некая такая трудоверть она конечно очень сложно у нас думал что мы тут то что то что в результате заказчиками моими и соответственно всего всего коллектива людей которые в академпроекте не про не ран там скажу отдали здесь свои судьбы жизни поразительно театра единомышленников по-настоящей удавалось как бы держать вот это это просто я это отношу просто за счет поразительного какого-то такого везения прежде всего по видимо самое главное 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 достижение самое главное обстоятельство которая которая связана с тем что моими заказчиками практически все эти годы были представители научного и культурного сообщества люди как правило абсолютно избранные как покопиться говорил и как по и душкин однако они как удивительно что они одно и то же слово штучный штучные люди вот это 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 и то есть главное главный ответ на то что удалось что-то сделать наверное совсем не все наверное все может не все так но всяком случае все что вдруг вдруг так только комбинация человеческая поэтому всякие ссылки там на вечные трудности мы всегда привыкли говорить дайте очень трудно и сегодня время мы переживаем посмотрите как как антропологический календарь в другую сторону а когда не трудно сколько в россии я не хочу говорить там о других континентах сколько у россии было полезно из возможно полезно используемого времени в судьбе для того чтобы строить там от начала до конца демократию от начала до конца социализма сейчас мы взялись за очень трудную задачу построить как бы социально осмысленный социально оправданный капитализм но сколько крови пролили там благополучные страны для того чтобы добраться до таких своих шведских стандартов лучше не не знаю в гекалитрах пока они добрались о некоторых о некоторых уступках в сторону там покупки бесплатных лекарств я думаю что я так я так понимаю это что происходит вот так должно произойти все-таки некий социально осмысленный строй конструкция государства вот я начал с того что я раньше прыгал из дома с легкостью а хочу сказать что сегодня это делать труднее потому что расстановка вокруг людей как бы она резко поврежденная очень трудно понять с кем имеешь дело садишься за стол непонятно и поэтому это это наносит и академия в этом смысле и и сила она как бы оборачивается слабостью потому что сила этих людей была построена таких простых истинных слова выше чем печать